здравствуйте уважаемые телезрители канала десна тв в эфире информационный выпуск день за днем с вами в студии алина сазонтова и так коротко о событиях день народного единства в десногорске еженедельное плановое совещание в администрации сводка криминальной обстановки в городе центрифуги девятого поколения успешно прошли первый этап испытаний 4 ноября в россии отмечают как день народного единства идея сделать его праздничным была высказана межрелигиозным советом россии в сентябре 2004 года но несмотря на то что этот праздник нашей стране самой молодой события которому его отнесли уходит глубоко в историю руси именно 4 ноября в 1612 году воины народного ополчения под предводительством кузьмы минина и дмитрия пожарского штурмом взяли китай город освободив москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения вероисповедания и положения в обществе десногорске этот день отмечают ежегодно традиции отмечать день народного единства прижилась десногорский об этом говорит заполненный зрительный зал городском центре досуга поздравить десногорцев пришел глава города андрей шубин дорогие десногорцы ваша ответственная гражданская позиция инициатива и предприимчивость а главное подлинное единство в делах и помыслах служат надежной основой для движения нашего города вперед пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того что мы один народ нашей огромной страны праздничная концертная программа состояла из номеров художественной самодеятельности ветеранов десногорских сцен ансамблей и вышка и сударушка звучали народные русские и украинские песни зажигательные казачьи коллектива двойная станица перед залом выступали детские вокальные танцевальные ансамбли модерн и калибри с особенным восторгом зрители принимали брэйданс хип-хоп студии форсаж такое разнообразие творческих номеров отображает единение различных культур и традиций российских народов губернатор алексей островский провел выездное рабочее совещание с участием заместителя генерального директора государственной корпорации ростех николая волобуева и заместителя полномочного представителя президента рф центральном федеральном округе николая всеенко на совещании они обсудили вопросы завершения строительства перинатального центра в смоленске познакомились с ходом строительства завершение строительства медицинского учреждения находится под личным контролем губернатора планируемый срок сдачи объекта декабрь текущего года во вторник в администрации десногорска состоялось еженедельное плановое совещание представителей комитетов и служб города вел его глава муниципалитета андрей шубин какие вопросы обсудили вы узнаете далее за минувшую неделю аварийных ситуаций в системе отопления не произошло инженерная инфраструктура платируется устойчивым режиме за прошедшие длительные выходные улучшение режима снабжения ресурсами и фиксируем о мероприятиях которые пройдут в ближайшие дни нам рассказала специалист по культуре спорту и молодежной политики галина ринёва 8 ноября физкультурно-оздоровительном комплексе десна в 15 часов состоится открытие 15 межрегионального открытого тут мира по боксу памяти директора смоленской аэс сергея петровича крылова открытие в 15 часов и следом за открытием начнутся сразу соревнования 9 ноября в 17 часов в городском центре досуга состоится праздничный концерт посвященный дню сотрудника органов внутренних дел и с 1 по 11 декабря в учреждениях культуры проходят декады добрых дел председатель комитета по образованию Татьяна Токарева сказала о старте с 10 ноября муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за прошедшую неделю инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне вакцинация от бешенства домашних животных проходит в плановом режиме уровень безработицы 0,66 процента в октябре этого года уже выявлено 28 товаро партий с признаками запрещенных к провозу преобладают среди них фрукты причем польские смоленским таможенникам удалось и на этот раз выявить очередную партию под санкционных товаров по документам там находились пряники глазированные фактически же при осмотре было установлено что в грузовом отсеке были груши возбуждено административное дело партия фруктов будет выдворена из страны пропавшего рыбака нашли на десногорском водохранилище его обнаружили местные жители буквально в пятистах метрах от того места где его последний раз видели родственники рыбака уже подтвердили что найденный утопленник тот самый рыбак юрий аникеев однако их смутило то что на лице погибшего имеются следы избиения лодка рыбака так и не была обнаружена поэтому есть все основания предполагать что произошло убийство официальных комментариев пока нет петербургский художник анатолий булдаков изобразил панораму смоленска 13 века на картине зрители могут рассмотреть древний мономахов собор ладью пристани на берегу днепра торговые ряды и княжескую дружину а также с десяток храмов которые давно утрачены но их существование научно подтверждено масштабное полотно находится в культурно-выставочном центре имени тенишевых и пробудет там две недели после чего его перевезут в здание железнодорожного вокзала где она будет находиться постоянно о криминальной обстановке в десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции светлана романова за прошедшую неделю в дежурную часть поступило 100 сообщений о происшествиях и преступлениях из них шесть сообщений о преступлениях зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями выявлено 80 административных правонарушений в том числе 71 нарушение правил дорожного движения за распитие спиртных напитков и также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены четыре человека областной бюджет будущего года будет социально направленным все комитеты областной думы завершили обсуждение по основному финансовому документу области будут увеличены средства на программы по образованию и здравоохранению а также планируется увеличение расходов на экономическое развитие смоленской области основной финансовый документ на 2018 год дума рассмотрит в первом чтении уже на следующей неделе на уральском электрохимическом комбинате успешно завершены опытно-промышленные испытания газовых центрифуг девятого поколения с помощью этих аппаратов идет процесс обогащения урана на сегодняшний день россия является безоговорочным лидером по его производству обеспечивая более 40 процентов потребностей мирового рынка каждый рабочий день евгения грошева начинается с велопрогулки велопрогулки по цеху номер 53 уральского электрохимического комбината размеры этого производственного помещения сравнимы с площадью 10 футбольных полей и все это пространство заполнено уникальными аппаратами созданными российскими атомщиками газовыми центрифугами благодаря им россия была и остается единоличным лидером по обогащению урана обеспечивая около 40 процентов потребностей мирового рынка чуть больше года назад на эхк приступили к испытаниям новых газовых центрифуг девятого поколения с помощью которых можно будет увеличить объемы производства испытываются эти машины циклами отработали машины например три месяца останавливаются увозятся на заводы разбираются смотрятся и какие-то условия или меняются или дорабатываются первый этап промышленных испытаний газовых центрифуг девятого поколения успешно завершился совсем недавно но учитывая что на сегодняшний день газоразделительную технологию обогащения урана с помощью центрифуг освоили лишь несколько стран даже внешний вид новых российских аппаратов держится в строжайшем секрете известно только то что центрифуги девятого поколения потребляют меньше электроэнергии и более чем в два раза производительнее своих предшественников а это значит что себестоимость конечного продукта должна стать существенно ниже мы всегда должны быть впереди на шаг впереди всех наших конкурентов и поэтому когда они к нам подтягиваются уже к нашей планке у нас всегда есть козырь это новое оборудование которое мы раз запустили и конкуренты они немножко под отстали от нас видение евгения грошева по сути отражает реальное положение дел сегодня обогащенный в россии уран покупают почти все ведущие державы мира после ввода в эксплуатацию первых серийных газовых центрифуг девятого поколения которые запланированы на первое полугодие 2018 года конкурентно способность ядерных продуктов произведенных госкорпорацией русатом возрастет еще больше это все новости на сегодня с этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала десна дефис тв точка ру спасибо за внимание до свидания